Накануне около 10 вечера в Азбесте неизвестный с ружьем проник в больничный городок, изрешетил легковушку врача из красной зоны и обстрелял окна инфекционного отделения городской больницы номер один, выпустив суммарно, как утверждали очевидцы, 17 пуль, после чего скрылся. К счастью, ни пациенты, ни персонал не пострадает. Причинен лишь материальный ущерб. По данному факту от имени городской больницы было написано заявление в полицию. Есть предположение, что азбестовский стрелок мстил за смерть жены, скончавшейся в ковидном лазарете. Более того, неофициальные источники утверждали, что это было уже второе вооруженное нападение пока неизвестного мстителя. За два дня до стрельбы, 30 октября, возможно, тот же самый человек пришел в больницу с ножом и напал на женщину-врача. Тогда он тоже успел скрыться. До приезда полицейских. Впрочем, о первом предполагаемом нападении практически ничего не известно. Возможно, это лишь слухи. А вот реальность и опасность стрельбы во дворе больничного городка подтверждена фото и видео фактами. Сера иномарка врача из красной зоны ковидного лазарета пробита то ли пулями, то ли все-таки картичью. Силовики пока воздерживаются от уточнений по этому поводу. Но руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых в комментариях подтвердил факт стрельбы по автомобилю и уточнил, что сыщики рассматривают различные версии, в том числе связанные с хулиганством. К слову, в соцсетях мелькнуло фото предполагаемого стрелка, а точнее сказать, полицейская ориентировка ДПСником на задержание 44-летнего гражданина, который передвигается либо на красной вазовской восьмерке, либо на белом солярисе. В комментариях сообщается даже о том, что у мужчины на днях от ковида умерла супруга. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет. Сам же гражданин по имени Евгений был крайне недоволен тем, что служебная ориентировка о его розыске попала в СМИ. Я ни в кого не стрелял и точка. Приблизительно так предполагаемый стрелок ответил порталу Е1, добавив, что он и в самом деле находится в отделе полиции. Но ничего больше об этом говорить он не будет. Добавил, что дальнейшее общение, дескать, только через правоохранительные органы. Ввиду большого общественного резонанса, сегодня следственный отдел СКР запросил из полиции все материалы по этому уголовному делу, возбужденному по статье «Хулиганство». Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.